Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Обнародование записей, указывающих якобы на попытку президента Трампа давить на власть Джорджии после выборов, стали поводом для призывов о расследовании. Конгрессмены-демократы требуют реакции на попытку лидера США найти дополнительные голоса. Об этом сообщают американские СМИ. Согласно обнародованным данным, речь идет об инициативе конгрессменов Теда Лью и Кэтрин Райс. Как бывшие прокуроры Кэтлин Райс и Я считаем, что Дональд Трамп допустил несколько преступлений во время телефонного разговора, в котором угрожал госсекретарю Джорджии Рафен Спербергу, чтобы тот нашел еще 11 780 голосов или пересчитал. «Сегодня мы обратились в ФБР», отметили они в совместном заявлении. Соответствующее обращение произошло накануне 4 января. Также старший представитель избирательной комиссии Джорджии Дэвид Уорли подтвердил в комментарии CNN, что рекомендовал начать расследование госсекретарю штата. Он рекомендовал исследовать вероятность преступления в разговоре президента. На это прокурор округа Фултон заявила, что пока не получала обращений по этому поводу, однако выразила готовность использовать закон без страха. О вероятности привлечения Трампа к ответственности за уголовные нарушения на уровне Федерации и штата предупреждали много бывших чиновников, связанных с юридической системой США. Как сообщалось ранее, американские журналисты обнародовали запись, на которой якобы президент Трамп давит на власти штата Джорджия по поводу выборов. «Я просто хочу найти 11 780 голосов», говорит Трамп госсекретарю республиканцу Брэду Рафенсбергеру, на записи телефонного разговора, обнародованной Вашингтон-Пост. Рафенсбергер отвечает, что результаты подсчета верны. На записи разговора, опубликованной Вашингтон-Пост, Трамп попеременно то уговаривает, то оказывает давление на госсекретаря Джорджии. Он настаивает, что выиграл выборы в штате и убеждает Рафенсбергера, что нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что вы пересчитали. Рафенсбергер это отвечает. «Проблема, господин президент, в том, что данные, которыми вы располагаете, неверны. Президент затем грозит чиновнику возможными юридическими последствиями. Вы знаете, что они сделали и не сообщаете об этом? Это уголовное преступление. Вы не можете этого допустить. Это большой риск для вас и для Райана, Вашего адвоката», – говорит Трамп. Затем он требует досчитать ему дополнительно 11 780 голосов, что дало бы ему в общей сложности 2 473 634 голоса в одном штате, на один больше, чем у Байдена, получившего 2 473 633 голоса. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!